МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сигнализация там, наверное, тоже стояла по Кавказскому хребту. На самом деле это 8 тысяч километров практически, да, получается? В течение 20 где-то дней. 20 дней. Ну, тут вот очень интересно по поводу самой навигации, как написано у них в рекламном, ну, не в рекламном, а на сайте, что SSD Navigation – это высокая точность, отличное качество, богатый выбор функций. В отличие от многочисленных компактных навигаций, встраивается в автомобиль на уровне заводских систем, ну, это прямо Америка открыта, потому что, в общем-то, собственно, у всех производителей, кто ставит навигацию, она ставит. Ну, и там диск 8 гигабайт, она русифицирована, насколько я понимаю. И вот начнем, наверное, все-таки с этого. Дело в том, что производители все гарантируют нормальную работу навигационных систем в Москве, Питере… И крупных городах. И крупных городах России. То же самое произошло с этой новой навигацией Honda. Она ставится не только на CR-V, она ставится еще, по-моему, на Civic 4D последнего модельного года и на Jazz, тоже последнего модельного, десятого года. Вот, то есть, как бы, выбор, куда ее установить, возможно. В общем-то, навигация неплохая. Действительно неплохая, она четко ориентировалась в Москва, Санкт-Петербург, все понимала, достаточно нормально вела. Разный выбор режима карт, но она полностью потерялась на Кавказе. То есть, когда я проехал Ростов, проехал Волгоград, она уже потеряла даже федеральные трассы. Калмыкия она не показывала совсем. Но это проблема не навигации, конечно, это проблема карт. Но они сотрудничают вроде с Атласом. То есть, у Атласа карты все есть, и, может быть, здесь просто не обновлена была навигация. Но, насколько я на своей памяти знаю, на Кавказе теряются все навигации. Абсолютно. Кроме единственной самопальной навигации, я уже даже не помню, как она называется. Ну, не самопальная, это китайская навигация, заказанная специально нашими производителями. Я как-то про нее рассказывал, когда ездил в Абхазию. И вот она при загрузке туда левых карт, абсолютно сделанных на коленке, она показывала мне основные трассы в Абхазии. Чему я был просто неслыханно удивлен. Сюда, к сожалению, карты просто не грузились. Имеется в виду, что вот те сделанные какие-то регионы карты не получилось сюда загрузить. Ну, я, наверное, предлагаю все-таки разделить беседу на две части. О навигации мы еще поговорим. И вообще, можно провести некий такой небольшой сравнительный анализ, потому что я использовал очень много автомобилей, ездил с разными инновационными системами. Причем к каким-то есть вопросы, действительно, к каким-то эти вопросы не возникают. Они работают точно так же, как и в Европе. Ну, и, собственно, о самом путешествии. Во-первых, да, ну и об автомобиле. Почему выбор именно этой машины, а не какой-то другой, поскольку, ну, дороги там далеки от идеальных, что греха таить. А все-таки CR-V, ну, назвать даже кроссовером можно с очень большой натяжкой. Скорее, это некий универсал с увеличенным клиренсом. Можно его так характеризовать. Ну, дело в том, что CR-V в данном случае, в нашем случае, был с новым движком, который поставляется специально для России, разработан в том числе, как говорит Хонда. Это 2,4, мощностью 166 лошадей. Казалось бы, пока соотношение объем и то, что сейчас снимают современных двигателей такого объема, 166 лошадей немного. Но он дает очень неплохой крутящий момент. И сначала машина была опробована именно на заснеженных. Вот вперед снега. Это как раз перед Новым годом машину я забирал. Когда все было заснежено, я попытался на ней поездить по сугробам. Меня полностью устроило. Потому что именно то, о чем рассказывает производитель, это 80% мощности крутящего момента достигается уже при 2000 оборотах. Это очень хороший показатель. Машина действительно очень здорово шла через сугробы. То есть она перебиралась через все снежные кучи и прочее. И я решил, что в общем-то в горах это, конечно, будет только плюсом, а не минусом. Тем более, что в горах зимой гонять в любом случае не особо получается. Нет, можно, конечно, только зачем. Только зачем. Поэтому, собственно, была выбрана ЦРВ. Ну и плюс, конечно, проходимость, завышенная подвеска, даже несмотря на то, что это больше универсал, как вы говорите, меня полностью устраивало. Я уже отказался зимой ездить на каких-то седанах или чем-то на Кавказ. Это чревато боком, застреванием. Были моменты, что у меня X3 садился на Эльбрусе, на брюхо. Просто проваливался. Поэтому сейчас я все равно стараюсь использовать только вот какие-то... Ну, Defender брать туда глупо, туда долго ехать и некомфортно. Тяжело. А Honda чем порадовала ЦРВ? Вот в новой этой версии Мюген, их с обвесом, очень удобный салон. Несмотря на действительно хорошие спортивные сидения, в них удобно оказалось спать. Я не любитель останавливаться где-то в мотелях или что-то. Я вот как сел, допустим, 2000 надо пройти, там с небольшой сменой, может, час-два поспать. Три в машине, мне проще так доехать. Я предпочитаю спать это время в машине. И, вы знаете, прекрасно высыпался. Плюс по эргономике салона, это тот редкий случай, когда я могу сказать, что все было хорошо. Действительно. Ну, Honda можно там, в принципе, особенно вот CR-V упрекать в довольно высокой цене. Да, но есть такое. В не самых качественных материалах отделки салона. Но что касается эргономики, ну, наверное, японцы здесь всегда угадывают. Я помню предыдущие автомобили, которые были, в общем-то, те же Цивики взять. Что касается эргономики, там действительно все очень и очень достойно на высоте. То есть разобраться, даже не отрывая взгляда от дороги, один раз посмотрев, как это все устроено, ты уже сможешь. И, в общем-то, там нет вот излишних этих наворотов, которые, ну, иногда просто мешают. Это обилие кнопок, в которых можно потеряться реально для того, чтобы там отрегулировать температуру, увеличить звук, еще что-то. Вот поставив туда навигацию свою со всеми мультимедийными функциями, Honda попыталась создать, я так понимаю, эффект домашнего присутствия, домашнего кинотеатра. В машине, в принципе, все это получилось, но навигация все-таки немножко сложновато для восприятия с первого раза, потому что очень многие функции требуют дополнительных нажатий клавиш. И очень часто, то есть не на все возможно перейти, грубо говоря, одним нажатием клавиш. В некоторые подменю приходится входить достаточно долго. Но зато, если ты это все запомнил, да, получается. И вместе с этим со всем действительно получился какой-то такой уютный, домашний, как в комнате едешь, путешествуешь, и вот это хорошо. Жалко, телевизор видео не показывал навигацию, а так бы я еще и видео посмотрел. За рулем-то как же видео-то смотреть? Ну, есть спутники, которые могут смотреть. А, ну это да. Собственно, об этом, это понятно, автомобиль, понятно, почему был выбран такой. Наверное, о дорогах имеет смысл поговорить, о тех сложностях, которые ожидают людей, которые решат отправиться в такое путешествие. Особенно, поскольку, ну, учитывая, что зима не собирается уходить, и судя по количеству снега и низким температурам, весну мы увидим, ну, не раньше мая, как мне кажется. Дорога, первым делом мы ехали в Дагестан. В Дагестане появился, для меня было очень большое откровение, хотя, в общем-то, считаю, неплохо знал Северный Кавказ. Появился лагерь экстремального туризма Чиндер-Чаро. Я о нем услышал первый раз, и, естественно, как человек, который долго работал в этой республике, там родился в свое время и жил, мне стало жутко интересно посмотреть, что же это такое. Поэтому я рулил именно туда. Это не доезжая Гуниба, это на высоту 2-2,5 тысячи метров, на отрогах Гимринского, по-моему, хребта. Гора, собственно, Чиндер-Чаро, это и гора, и название лагеря, это называется водораздел. Поэтому местом проходил большой водораздел, там каких-то рек или чего-то, и мест для перегона. Ну вот сейчас там что-то пытаются начинать строить. Это делается не с такой помпой, которую делает господин Кадыров в Чечне, с приглашением известных гостей. Мне было интересно посмотреть, потому что в первую очередь я узнал это на сайтах экстремалов, на российских сайтах московских. Там были достаточно неплохие отзывы, то есть народ уже, москвичи туда ездили, и не только москвичи, ребята из Воронежа, по-моему, были из Волгограда. И я удивился, что почему я этого не знаю. Мне захотелось сразу это все посмотреть. Это была первая точка, с которой я пытался знакомиться. Собственно, поэтому первый маршрут получился где-то куском 2,5-2,7 по километражу полностью. Что сказать? Ну, трасса М6, она, к сожалению, в этот период была сильно заснежена. Такое впечатление, что ее не убирали совсем. Скорость на некоторых участках приходилось держать вообще не больше 40 км в час. Даже без фур, то есть это стоял ровный слой снега, который никто не чистил, плюс наледь. Ехать было достаточно тяжело. На некоторых участках, да, уже... В управлении, в общем-то, дороги, дирекции, дороги вопрос. Да, но самое, что смешное, вот эта вся дорога, несмотря на то, что она была заснежена, она не разбивается так сильно, как все остальные. То есть там, сколько езжу, не появляются глубокие ямы, на которых можно оставить колесо, там, пробить его или что-то, или оставить подвеску, она как стоит, вроде плохенькая, вроде на ней трясет, но она не рушится. Не знаю, в связи с чем это связано. Вот, по ней едешь. Дальше за Волгоградом, опять же, всегда вопрос первый. Как относятся гаишники к московским номерам? Да, по-моему, никак уже. Вот честно скажу, потому что я сколько езжу, уже тут вот фу, проблем с гаишниками. Если ты не нарушаешь, на тебя просто никто не смотрит. Ну, посмотрели, проехали московские номера, и все, и мимо. То есть ты проехал абсолютно спокойно. Я стараюсь не нарушать. Даже уже скоростной режим стараюсь не нарушать, это дороже выходит. Вот, и проехал. Калмыкия точно так же. В Калмыкии, кстати, оказались очень хорошо почищенные дороги за Волгоградом. Прекрасно, замечательно просто. В Калмыкию проскочили моментально эти 500 километров. Дальше Артезианская пустыня, вот этот выход на Кизляр, Кочубей, Кизляр, через пустыню. И дальше на Махачкалу уже выход на федеральную трассу Кавказ. По М-29 я все еще не рискую ездить. Я обратно возвращался все-таки через Ставропольские степи, а не через Чечню с Ингушетией. Ну, не знаю, вот как-то кто-то мне говорит из моих знакомых в Дагестане, например, говорят, мы ездим там спокойно. Я говорю, ну, может вы с дагестанскими номерами ездите спокойно. А я подхожу к знакомым военным, милиционерам, мне говорят себе, не вздумай. Просто я, ну, как-то и не рискую. Дальше... То есть опасность какая-то все равно остается, но это, наверное, стоит сказать. Людям, которые захотят отправиться в путешествие на Кавказ, такие, скорее всего, найдутся, особенно, как правильно сказали, те же экстремалы. То есть, ну, желательно, понятно, что нет такого явного недоброжелательного отношения. Конечно, конечно. Но, тем не менее, береженного Бог бережет, и лучше объехать по... Да, то есть, если вот двигаться именно в Дагестан, то я бы советовал маршрут, либо, если вы идете через федеральную дорогу Кавказ по М29, от Ростова уходите вниз на Краснодар, а потом на Невиномыск, Пятигорск и прочее, то в районе Минвод надо уходить на Зеленокумск и, ну, объезжать вот этот вот кусочек Чечни. Это крюк, но зато это спокойный крюк, вы не будете терять время на ненужные вопросы, ненужные ответы и лишнюю трату денег. Не всегда обоснованно. Либо ехать, опять же, по М6, это через Волгоград или Стул, ну, соответственно, дальше уходить на Кочубей, на Кизляр и ехать уже в сторону. От Махачкалы там уже прямая дорога, она вдоль моря и гор, доезжаешь до Манаса, это такое курортное место под Махачкалой, и дальше все, уходишь уже строго в горы направо. Я так понимаю, что название сел Карабудахкентли, Ваши, Ахаши... Вредно, что это скажет, если мы вот... Да, никому ничего не скажет, но эти дороги имеют свое какое-то обозначение, и там вот потом ныряешь уже просто в полные горы и дальше карабкаешься. Там есть пара перевалов, которые преодолеваешь, и они очень тяжелые, потому что вечером, зимой именно, где-то после двух-трех вечера там падает очень густой туман, который почти до утра не рассеивается. Очень извилистый северопонтин, очень тяжело ехать, очень внимательно надо смотреть. Там фуры бывают, слетают кюветы, то есть движение очень плотное и очень аккуратное, учитывая количество местных лихачей, которые пытаются обогнать, несмотря на то, что просто ничего не видно на расстоянии вытянутой руки, они все равно как гонят и по остричке, по прочим, там... Горячий парень, не только в Эстонии они проживают. Надо держать ухо востро вот на этом перевале. Он, собственно, между Карабудахкентом и Левашами. Дальше уже... И это как бы не совсем заснеженные места, очень странные перепады по природе. Ты вроде едешь, вроде горы, высоко в горах, а снега нет. Буквально через некоторое время ты отъезжаешь, проезжаешь километров 20 куда-то в сторону, на другой хребет, и попадаешь в абсолютно заснеженную пустыню. То есть вроде горы уже не такие по структуре, по форме, и они полностью в снегу. Вот это очень красивые такие переходы. Ты выезжаешь, кажется, с весеннего такого горного серпантина съезжаешь, и вдруг перед тобой такие снежные горы открываются. Это очень красивое зрелище, которое всем надо посмотреть. Имеет смысл посмотреть. Дальше там по извилистой грунтовой дороге надо держаться у указателей, спрашивать у местных, потому что дорога еще там... Фактически дороги-то и нет, она не проложена. Кое-как прорублена, буквально в скале, там вскарабкиваешься и попадаешь на пятачок. Это действительно лагерь экстремального туризма. То есть там, ну, для горных лыжников там поставили какие-то быгля, но они пока еще не очень большие по длине. То есть горнолыжникам там будет интересно, ну, до поры до времени. Там только начинающим. Гораздо больше там интереса для любителей на парашютах, на парашюте с лыжами. Как вот... Не кайтеринг. Кайтеринг это никогда на воде. На воде, да. Я тоже в этих понятиях легко путаюсь. Вот там, да, там все время подветренная сторона. И вот видеть, как летит параплан в горах, он мало того, что на высоте 2000 метров, он еще там взлетает куда-то, и он вообще получается такой шикарный обзор, потрясающий просто. Смотри, глаза разбегаются. Вот туда едут за этим. Плюс там еще очень быстрые горные реки. Это сплав на байдаках. Тоже впечатление просто на всю жизнь. Лагерь недавно открылся. Собственно, он так и существует. Как бы хотите приезжайте, не хотите не приезжайте. Цены там смешные. То есть, тысяча рублей за комнату, в которой можно жить вдвоем спокойно. Ну, естественно, там просто потрясающая кухня, которую нигде в другом месте никогда не попробуешь. Нормально, хорошее отношение местных жителей, доброжелательно очень все. Причем самое что смешное, вот для местных курорт пользуется популярностью. Я все время у дагестанцев спрашивал, ребят, страна гор, так и называется. Почему нет ни одного своего горнолыжного курорта? Вот начальник этого лагеря, Гаджи, он мне сказал, что ну вот видишь, потихоньку пробуем, что-то начинаем делать. Это интересно, туда есть смысл въехать и зимой, и летом, и весной. То есть, он будет круглосуточным и круглогодичным. Там же, по-моему, даже проводятся какие-то соревнования наших общероссийских экстремалов, туда народ приезжает потихоньку. Ну, место абсолютно не раскрученное, поэтому там можно спокойно, именно спокойно, в отличие от всех других курортов, тихо, мирно и отдохнуть, и посидеть, и достаточно недорого. То есть, это как бы было для меня хорошим, приятным открытием, о котором я не знал. Узнал только в прошлом году. Дальше, дальше я вот оттуда спустился, объехал Минводу, и мне стало интересно, что творится на моем любимом Эльбрусе. Я поехал туда, творится там кошмар. Стоит канатная дорога, у новой канатки взорвали опору еще в декабре, в начале декабря, и сейчас ходит только старая канатка. Это очереди по 5-6 часов. Мы там просто посмотрели, так развернулись и уехали, потому что там не кататься, что-то делать просто невозможно. Это гвалт. Те люди, которые набрали туда билетов, ну, билеты сдавали. Я, насколько знаю, народ рассказывал, путевки сдавали просто на Эльбрус, потому что канатку взорвали 12-го, по-моему, числа, опору. И еще 28-го, 26-го она не была сделана, там говорили, что клятвенно божили, что к Новому году обязательно запустят. А для них, для всех, что Донбай, что Эльбрус, Новый год – это вот способ заработать чуть ли не на все лето. Собственно говоря, да, потому что еще многие выезжают туда. Потому что там цены очень сильно поднимаются, соответственно, именно вот в этот период новогодних праздников. И это реальный шанс для местных жителей заработать себе на все лето, предоставляя квартиры, еду, что-то, какие-то услуги свои. А потом все, и тут народ просто стал сдавать путевки, отказываться от всего, потому что невозможно в такой ситуации кататься. Когда в кабинку, в которой рассчитано на 25 человек, забивают 40 человек. Это и небезопасно еще, потому что, в общем-то, все, предел какой-то существует, и однажды это все, может, плохо закончится. Вот, и оттуда мы решили уже, собственно, вернувшись на Пятигорск, решили посмотреть, а что же творится на Донбай. Ну, благо, опять же, по дороге мы приехали, и, к сожалению, увидели еще более печальную картину. Такое ощущение, что гордолыжные курорты России вот в этом году, на новогодние праздники, они просто отдыхали молча. Внезапно сгорело на новой канатной дороге, на Донбай, новой гондольной, сгорела первая очередь, блок управления счетом. Я разговаривал с директором канатной дороги, он говорит, мы их сделаем там в течение трех-четырех дней. Я говорю, не сделайте. Он при мне ругался с саратовцами или с самарцами, кто там, он с када поставляет оборудование. Они говорили, что надо куда-то... Да-да-да, мы приедем. Дело происходило 6 или 7 числа. Да-да-да, мы приедем, обязательно сделаем. И в итоге никто не ехал, ничего не делал, и вот они сидят, вроде бы мы рады. А получилось, что тот народ, который сдал путевки на Эльбрус, он поехал на Донбай. И четвертого на Донбай встает канатка или шестого. Представляете ситуацию, там Донбай гудит просто как в стревожной улей, и ходит опять то же самое, одна старая вот эта вот красненькая канатка, которая таскает людей на первую очередь. Донбай же в низине находится, и чтобы покататься, это не как на Эльбрусе на Азал. Ты пришел, там можно пешочком подняться, скатиться несколько раз уже с Эльбруса самого на поляну. На Донбай это невозможно. На Муса-Ачитар надо подниматься, чтобы хотя бы на нижнюю точку катания, надо подниматься обязательно на канатной дороге. А дальше уже карабкаться остальными канатками еще выше. И вот именно этот первый участок не работает. Там тоже были очереди, конечно, очень сильные, очень хорошие. Особенно мне порадовала очередь вниз. То есть народ пытается накататься. Он отстоял в очереди, допустим, с 10 до часу дня. И с часа он пытается докататься до упора. И не понимает, что вся вот эта вот толпа, она тоже пытается докататься до упора. В 5 часов вечера начинает стремительно темнеть. Единственная канатка, которая ходит со скоростью раз в 30 минут и пропускной способностью, в которую опять же засовывали 40 человек вместо штатных 25, народ с горы выбирался к 9-10 вечера. Представьте, что такое без света стоять просто на вершине горы. Не совсем на вершине. В холоде уже, как солнце пропадает. Солнце ушло. Становится холодно моментально. И там просто тихий кошмар. Народ падал в обморок. Просто хорошо там вот кафешка какая-то еще работала до последнего. Кого-то заносили, просто отогревались. Дети плакали. Это творился просто кошмар. Когда я уже не выдерживаю, я говорю, слушайте, на Красную Поляну что ли? А туда, говорит, ехать бесполезно. Я говорю, почему? А там вообще снега нет. Ну зато там будет Олимпиада. Это гораздо важнее. Привезут, видимо. Насколько я знаю, обе канатки запустили. Запустили только в конце. И на Эльбрусе, и на Дамбай. То есть январь был потерян полностью. Удивительно вообще, о чем мы говорим. Ну, к сожалению, вот такая ситуация складывается. Мы там ратуем за спортивность страны. Еще что-то постоянно. Какие-то шапкозакидательские лозунги раздаются. В результате, как бы, у нас, вон, даже священники освещают на Олимпиаде лыжи, как коньки святой водой. Я не знаю, насколько это поможет. Но, тем не менее, когда собственные курорты, старейшие курорты, неплохие курорты, они оказываются вот в такой ситуации. И люди, просто жалко и людей, которые туда поехали, собственно, не все же имеют возможность выезжать для катания в Европу. Потому что это не дешевое удовольствие. Ну, дело в том, что, к сожалению, наши вот эти вот старейшие курорты и Дамбай, и Эльбрус, это тоже уже, именно в новогодние праздники, давно не дешевое удовольствие. Туда, если ехать, как бы, сэкономить и покататься от души, и хорошо отдохнуть, это надо ехать вторую половину февраля, или первую половину февраля. Стараться не забирать 23-е и 8-е, тоже, опять же, цены поднимаются. Потому что цены на новогодние праздники там взвинчивают так, что мы сидели, считали с бензином, с покататься, с прочим совсем, вполне средний себе выходит куда-нибудь в Австрию. Ну, учитывая уровень обслуживания, что ты не стоишь часами на то, чтобы подняться, и при этом, я думаю, количество и гостиниц, и сами условия, которые есть в тех же гостиницах, они будут выше, гораздо выше. Ну, там вообще-то не очень понятно, что происходит. У Дамбайской вот этой новой канадной дороги поменялись три директора за прошедший год. И последний, вот, был назначен тоже, по-моему, 28 декабря, что ли, вот, на ситуацию он, говорит, мне рассказывал, я, говорит, стою просто, ко мне приехал какой-то там зампрокурора, еще кто-то, ну, из российского правительства, кто-то люди, я им показываю, как работает наша бесконтактная система прохода, скипасов, прочее. И тут, говорит, вырубается свет у нас просто, все вот так замирает, я стою с этим эскипасом, мне на гостей смотреть стыдно, а я ничего сделать не могу. Ну, как-то звонили, потому что электрики местные, например, у них обветшал, и там же подача электричества, очень мощные линии требуются, за которыми никто не следит. Да, то есть спокойно упала ветка со снегом, перебила эту линию, и когда эту линию восстановят местные электрики, это же не может делать директор канатной дороги сам, да и все сотрудники. Вот, они когда это сделают. Но здесь, учитывая, что были высокие гости, говорят, сделали это быстро, а потом, видимо, в каком-то месте не доделали, у нас пошел пробой, три уровня защиты вылетело, и вот мы сидим, ждем ни запчастей, ничего нет, и ничего сделать не можем. При таком подходе, конечно, говорить о каком-то развитии не приходится, к сожалению. Да, в этих местах горнолыжного туризма, качественного уровня не приходится. Ну, поехали дальше. Поехали. Что касается машины в горах. Вот тут немножко возникли нарекания. Дело в том, что у Хонды ЦРВ, у них же постоянно как бы афишируется реал-тайм 4ВД. Ну, да, на самом деле это постоянный, это тянет передний привод, при проскальзывании передних колес подключаются задние, да, кулачковая муфта замыкается и уходит на задние колеса. Но дело в том, что настолько резко перекидывается крутящий момент, что в некоторых поворотах машина превращается, в поворот ты входишь на переднюю приводную машину. Так, задний привод. А из поворота ты уже вылетаешь на заднем приводе со всеми классическим сносом зада чуть ли не в этот. Вот, поэтому надо быть, конечно, очень аккуратным. Но это на скользких покрытиях. Не на скользких покрытиях, конечно, машина вела себя достаточно хорошо, уверенно. И главное, конечно, дозировать скорость. Не пытаться изображить себя шумахера. Вот известняковые горы, пусть даже без снега чистый в мороз, они становятся, ну, фактически ледяными. То есть это как на пол с линолеумом, там, с паркетом воды налить. Известняк именно так, к сожалению. Реагирует на холод. Да, реагирует на холод. И по нему ехать очень сложно. В данном случае, конечно, хотелось бы иметь шипованные колеса, но у меня вот были... Обычные. Да, не шипованная зимняя резина. И, конечно, это создавало определенные дополнительные сложности. Но я понимаю производителя. Они хотят показать динамику машины, как бы ее спортивность, тем более со спортивным обвесом Меген. Поэтому ставят не шипованную именно для... Но учитывая реалии России, что все-таки, все-таки нам, у нас здесь ледяная крошка, снег, очень много. Желательно были бы шипы. Машина была бы гораздо увереннее себя чувствовала на трассе. Именно вот на таких горных. Хотя, с другой стороны, на малых скоростях, я говорю, никаких нареканий нет. Она карабкалась прекрасно, замечательно и хорошо. У меня, наоборот, больше вопросов возникло именно к скоростному прохождению поворотов, то есть к спортивности машины, чем к ее внедорожным качествам. То есть, говоря о том, что, как они говорят, спортивный кроссовер с внедорожными качествами, я бы сказал, это внедорожный кроссовер с задатками каких-то спортивных качеств. Соответственно, это вот претензии к автомобилю. Помимо претензий к дорогам, что их плохо чистят, еще что-то по отношению, я так тоже понимаю, что никакой разницы нет на сегодняшний момент. Действительно, ситуация изменилась, прошло много времени. В начале 90-х на московские номера реагировали каким-то образом. Сейчас, скорее всего, действительно не вызывает чего-то. Тем не менее, если говорить о качестве дорог и трасс, и, наверное, такой сложный вопрос. Я не зря остановился на том, что не следует, если вы хотите ехать туда на автомобиле, ехать через захватывающую Чечню. Мы вовсе не хотим обидеть телезрителей оттуда. Нет никаких претензий ни к людям населяющим. Это такие же люди, да, россияне, они живут, мы живем все в одной стране. Просто есть, видимо, какие-то определенные, но многие связывают еще это и с некими опасностями. Тут важно сказать, я думаю, что поскольку на собственном опыте все это увидели, может быть, предупредить, уберечь от чего-то, или наоборот, людям сказать, что как таковой опасности эти трассы, как и все, что их окружает, не представляет. Или все-таки есть что-то? В смысле, как именно дорога сама по себе? Нет. А если брать отношения, например, тех же самых гаишников, то есть вот была ситуация, когда я ездил в Южную Осетию и рассказывал вас здесь на эту поездку, меня все запугивали, что как ты там поедешь по Кавказу опять, поэтому, но лучше всего будет в Осетии. В Осетии оказалось хуже всего. Меня нигде ни разу не остановили гаишники, кроме как в Северной Осетии, и просто нагло вымогали 50 рублей на пиво. Вот я говорю, это был такой, не остановило ни Кабардино-Балкария, ни, я не знаю, еще на каких-то постах, которые проезжали, там меня просто не останавливали. Но зато в Северной Осетии, в которой мне говорили, абсолютно у нас спокойно, замечательно, вот там я просто остановил, гаишник спокойно говорил, 50 рублей на пиво оставь. За что? Я говорю, ну если ты бедный, на, выпей за мою здоровье. Конечно. Вот эти моменты есть, и, конечно, к сожалению, эти люди вот в глубинках. Понятно, что на стационарном посту вряд ли такое будет. А вот это было в селе. Я просто въехал в село, ограничение 40, я знаю сразу, снижаю скорость до 40, меня все равно тормозят поздороваться, познакомиться, попросить 50 рублей на пиво. Это очень неприятно, тем более, учитывая, что сейчас у нас народ потихонечку занялся самообразованием, правовым в том числе, он начинает качать права. Когда там начинаешь качать права, милиционер всегда может доказать, что он прав. А там, тем более. Там это можно сделать тем более. И вот в эти ситуации очень не хотелось попадать, честно скажу. Потому что были такие ситуации, что коллеги даже в Ростовской области буквально стояли там с семьями. Им говорили, ты пьян, машина на штрафстоянку, все, до свидания. А жена у тебя наша укурила. Абсолютно трезвые люди с семьей ехали отдыхать. То есть это бывает. Вот на это всегда надо страховаться. Лучше всего, конечно, когда едешь в такое дальнее путешествие, очень хорошо знать, куда ты едешь. И зачем ты едешь. И как, и с кем там надо разговаривать. Убирая подальше московские понты или какие-то еще понты, что я здесь, я вот на такой машине, на крутой, поэтому все должны бегать вокруг меня. С одной стороны, да, вроде бы. С другой стороны, никто не обязан. Если вы ведете себя нормально, то к вам будет нормально относиться. Ведете себя... Ну, собственно, разрабатывая план любого путешествия, необходимо не только продумывать маршрут, проверить, где есть заправки, кстати, благодаря тому же интернету, посмотреть форумы, что люди пишут, как пишут, потому что любые сведения, которые ты почерпнешь, они могут быть диаметрально противоположными, в общем-то, мнению людей по отношению. Опять же, все зависит от человека. Но любой маршрут необходимо разрабатывать. А тем более, в общем-то, ну, назвать эти регионы спокойными все-таки нельзя на сегодняшний момент. И проблемы, которые там существуют, они существуют. И здесь не надо закрывать шорами глаза, смотреть только вперед, крича, что ничего нет. На самом деле, проблемы есть. И поэтому, если, скорее всего, наверное, стоит дать совет, если вы боитесь чего-то, лучше просто этого не делать. Согласен. Не уверен, не обгоняю. В этом отношении достаточно точно. А самое, что удивительное, это вот Дагестан для меня. Постоянно слышим о Дагестане, что там что-то взорвали, что-то контртеррористическая операция. Я говорю, приезжаешь туда? Тишина. Люди живут прекрасно, замечательно. Я говорю, слушайте, по всем новостям у вас война. Да они там что-то между собой воюют. Мы уже внимания не обращаем. Мне на самом деле очень жалко эту республику, которая уже лет 20, по-моему, так живет в состоянии. Перманентной войны, на которую просто уже никто не обращает внимания. Ну, война какая-то мелкая там идет. И народ потихонечку, самое что интересно, возвращается туда. То есть там вообще какая-то непонятная война идет. То есть вроде бы убивают милиционеров, убивают какие-то боевики. Боевики убивают каких-то милиционеров. Все это вроде с шумом с помпой. Тут же ходит спокойно народ, который даже об этом ничего не знает. Вот такие моменты. То есть мы там были, что-то взорвали как раз вот этот вот пост ДПС или что-то такое. Там 50 килограмм тротила, вроде взрыв. Говорят, мы километрах в двух жили от этого поста. Ну, были как раз. Я не слышал взрыва. Москва утверждает новости Москвы, что 50 килограмм тротила. Я знаю очень хорошо, как взрываются 50 килограмм тротила. И что при этом слышно. Ничего подобного. Опять же, никто не говорит из соседей. Звонит мама из Москвы и сообщает, а вас там взорвали. Я говорю, да где мама? Вот это очень непонятная ситуация. Кто воюет, зачем воюет. Ну, кстати, мы затронули тему подготовки, собственно, автомобиля. Как бы сказали уже, что ехали на нешипованной резине. Конечно, лучше бы иметь шипованную. Вообще, подготовка автомобиля к подобным путешествиям в зимний период, учитывая сложность самой дороги, то, что это горная трасса, то, что туда надо еще доехать, цепи противоскольжения, я не знаю, какие-то дополнительные колеса. Ведь очень часто есть многие трассы, куда люди не выезжают, не везя с собой запас, там, ну, максимум из двух покрышек, которые везутся просто в багаже. На всякий случай, если вдруг произойдет, вы там разорвете резину совсем. Эти нюансы, они очень важны. Я согласен, но здесь этот нюанс важен, если вы будете знать точно, что, например, как я, отдаляясь километров на сто в глубокие горы, где шиномонтажа не будет. Сейчас по дороге шиномонтажи есть фактически везде. Опять же, говорить о каком-то специальном масле, которое надо возить с собой, единственное масло, которое возится с собой, которое нигде не найти, это для Subaru, потому что у них узкое какое-то свое специальное масло, которое не терпит ничего другого. Все остальное всегда можно посмотреть что-то и купить на месте. С бензином, с прочим, заправок нет. Цепи противоскольжения, надо смотреть регион, куда ты выбираешься, потому что взять нацепить тупо в горах цепи противоскольжения и на них ехать, это, во-первых, себя измучить, эта скорость очень сильно падает. Естественно. Сразу, то есть время на доставку из точки в точку очень сильно увеличивается. Может, имеет смысл просто чуть аккуратнее ехать самому на обычной резине, потому что это все-таки возня. Я обычно ими не пользуюсь, честно скажу. Вот сейчас, я не знаю, получится у меня проехать по Ладоге до Валаама на серийной машине, вот туда, да, я возьму цепь противоскольжения. А, то есть все-таки в зависимости от региона. Ну, это по льду, конечно. Здесь в данном случае мне придется ехать по чистому льду, припорошенному снегу, по замерзшему озеру. Вот здесь цепи противоскольжения нужны. Во всех остальных случаях я бы... Ну, кто-то может перестраховаться, взять. Я достаточно уверенно себя чувствую за рулем. Мне они, честно говоря, не очень сильно нужны. С покрышками то же самое. Бензин. Бензин. Вот качество бензина, качество бензина, это везде, всюду и вся обвиняется. Обвиняется достаточно... Да, к сожалению, обоснованно. Обоснованно 95-й, который ты там пытаешься заливать. Дай бог, чтобы по качеству дотягивал хотя бы до 92-го. Ну, то есть здесь, к сожалению, никуда не деться. Пока сетевые заправки не разберутся со своими дилерами, или как их назвать, которые под их брендом стоят, там продают этот бензин, ты туда приезжаешь, потом понимаешь, что у тебя машина просто не тянет. А расход у Хонды той же самой по дороге, по трассе на скорости 120-130 км в час вырастает до 11 литров по трассе на ровной скорости. Это много очень. Это значит, что некачественный бензин, выработка катализатора и просто начинает сжигать все больше и больше топлива машина. Ты заливаешь нормальный бензин, расход падает. Вот, к сожалению, на это, да, имеет смысл брать с собой бензин, насколько вы сможете. Благо сейчас есть такие штуки, как пластиковые баки, например, абсолютно. Ты налил в них бензин, а они герметически закрываются. Мягкие пластиковые баки. Он кладется, растекается у тебя под нищу, или куда-то ты его засовываешь в багажный отсек, карман, и он там лежит. То есть кто не хочет рисковать, может пользоваться так. Цена бензина не всегда говорит высокая цена там же. О качестве. О его качестве, к сожалению, и сколько сталкивался. Я прямо назову спокойно, что и Роснефть, и Лукойл, и ТНК, и прочие, на которых в сетевых заправках я там не заправлялся, они торгуют не совсем качественным бензином. Более-менее. Я там давно езжу и абсолютно точно знаю, что говорю. Основным поставщикам имеет смысл разобраться со своими производителями, потому что совсем не хочется потом менять катализатор, это достаточно дорого. Дорогое удовольствие. Дорогое удовольствие. И полную прочистку инжектора в том числе делать. Собственно говоря, да, потому что, ну и потом, это не секрет, современные автомобили вообще очень требуют к качеству бензина. Да. Да. Можно проехать какой-то период, там, даже на 80-м, на автомобиле, который требует 98-й или 95-й, но что будет потом, в общем-то, если ты будешь ездить на нем постоянно, естественно, с двигателем произойдет много чего. Есть еще такой вопрос, наверное, все-таки стоит о нем сказать. Мы чуть упомянули тему гаишников. Вообще, какие документы с собой лучше возить? Как бы что брать? То есть, потому что, ну, очень много мы ездили как-то в свое время, то есть, автомобиль один был предоставлен представительством, и, соответственно, то есть, мне была выписана реально заверенная доверенность, при этом со штампами представительства, со всеми делами, то есть, мы выезжали за границу на этом автомобиле. От страны ведь тоже очень сильно зависит. Здесь мы вроде как находимся на своей родине, но, тем не менее, отношение к подобным документам, часто же люди управляют по рукописным доверенностям. Не возникли ли ты проблем, вот если ты едешь? Это ведь, ну, тут тоже довольно важный момент. Да нет, сейчас к доверенностям не придираются, и, кстати, в шенгенскую, в зону шенгена можно выезжать даже без нотариально заверенной доверенности, насколько я в курсе, то есть, по обычной доверенности, вот, которую нам представительство дают на тесты. У меня ни разу не возникало вопросов к доверенности. Там кто-то из ребят попадал, рассказывали, что, говорит, одна буковка была перепутана, была целая проблема, но это фактически, да, это тогда уже неверный документ составлен, там есть к чему придраться. А так, на рукописные доверенности я тоже знаю, что не грешат. Здесь грешат на то, что... Гаишники начинают даять на то, что... Чтобы ты быстрее от них отделался, ты бы им что-то... Просто дай что-нибудь, да, и езжай себе. Но если вы уверены в себе, если вы уверены в своих бумагах, если вы уверены полностью в своих документах, лучше всего с собой, конечно, возить в министерское удостоверение. Да, понятно. Чиновника Госдумы, ну, на худой конец удостоверения журналиста, простите. Это тоже как-то немножко действует. Нет, надо знать, как бы не бравировать, не давить на то, что вы знаете свои права и, соответственно, свои обязанности, не давить на это, а просто спокойно информировать сотрудника. ДПС, который якобы там что-то пытается у вас вымогать или намекает вам на то, что неплохо бы ему что-то дать, просто показать, что вы знаете свои права, что вы уверены в себе и полностью контролируете в данном случае ситуацию. Я больше чем уверен, что от вас отстанут. Кстати, такой вопрос. А вот криминальная обстановка как таковая, вот, например, приехали, предположим, туда, да, ну, в том же, в большинстве автомобилей, в которых установлена штатная навигационная система, то есть большой экран, он виден, понятно, что, как бы, могут возникнуть мысли у кого-то попытаться его вынуть оттуда. В Дагестане в этом отношении мне сразу сказали, я сначала дергался, потому что действительно вот эта штатная навигация Хонда, она не убирается. Ну, у большинства автомобилей на сегодняшний момент большие дисплеи. Ну, у многих же есть просто кнопочка, опустилась шторка, и все, и это уже проще. Это уже просто. А здесь она... У Ауди на А5, на А4, на А6 у них большие дисплеи, на А8 он убирается. Они не убирают? Нет, на А8 он убирается, а у этих они просто торчат. Я был уверен, что у них тоже они убирают. Здесь он тоже никак не убирается, и, естественно, ты смотришь на это все блестящее такое, блестяще матовое, и думаешь, сейчас вытащу. Я оглядывался все время в Москве, до сих пор, не сейчас, а оглядывался в Дагестане, дергался, дергался, мне говорят, успокойся, у нас стекла в машинах из-за такой мелочи не бьют. И как-то... Так что же должна быть за мелочи, чтобы разбили. Я спросил, а что это? Ну, сказали, ну, это там уже другой разговор, но у нас, говорит, стекла не бьют. И действительно там как-то не таскают магнитофоны из-за этого. Но надо понять, на Кавказе очень нежно и трепетно любят машины. Да, это второй дом, фактически. Да, и они любят эти машины просто так взять, изуродовать машину, с дури, со злостью, там никто это никогда не сделает. Там могут что-то зацепить, там, ненароком. Вот как меня на парковке грузовик взял, зацепил крыло, развернулся и уехал. И никому ни о чем об этом не сказал. Я прихожу, у меня вмятина на крыле. Я так, что где искать, бесполезно. А так, чтобы специально что-то с машиной сделали в этом отношении, нет, я думаю, нормально. И уже прошли вот эти вот плотоядные взгляды, которые говорят, когда ты едешь на хорошей, или просто на среднего уровня машины, которые недоступны большинству, там, казалось бы. Там уже насмотрелись, своих хороших машин хватает, поэтому даже взглядов таких нет. Ну, проводят, заинтересован. Если остановишься, так, разговоришь, с удовольствием тебе все расскажут. Про эту машину ты им расскажешь, они тебе расскажут про аналогичные такие же, ты поговоришь. И с счастливой душой поедешь дальше. Каждый раз, вот, кстати, стали говорить про горы. Приходилось возвращаться в Махачкалу каждый раз? Или все-таки есть возможность переезжать с места на место, не возвращаясь там из точки А, грубо говоря? Нет, нет, нет. Вот Чендерчаро, Чендерчаро, это именно тот лагерь, в котором можно приехать и жить. Там полностью свое обеспечение. Ну, как, несмотря на то, что он стоит особняком, и ближайшие села достаточно далеко, но по тем меркам близко, по нашим меркам, это оказалось бы далеко. Да, но жители, например, этих сел, им очень нравится и выгодно. В них лагерь закупает сразу продукт, там, директор Раскалу говорит, в очереди стоят, чтобы барана. Кто сегодня из села будет продавать нам барана? И они с утра сразу привозят. То есть, и плюс там полностью автономное энергообеспечение и газ. Вот сейчас им провели как раз не туда. Я приехал, провели газ. Это был всенародный праздник, потому что, собственно, туда ездят в основном сейчас вот либо москвичи-экстремалы и какие-то, ну, действительно экстремальные люди, которые поняли и оценили, насколько там хорошо этот. Либо подъезжают свои местные, которые очень неважно стоят на лыжах, но зато там есть снегоходы, на которых их дети могут покататься. То есть, это пара тысяч человек из ближайших сел, молодежи в основном, которые поднимаются просто посмотреть на вот эту диковинку. Хотя наплыв там, говорят, большой, говорят, что парка лыж, а туда закуплено что-то тысячу, что ли, пара лыж прокатных, говорят, бывает не хватает. Просто местные приезжают и учатся кататься на этих лыжах, смотреть. То есть, и там можно остаться и жить спокойно. Конечно, гостиницами так высокого уровня это назвать тяжело, даже более чем тяжело, но жить именно вполне нормально, тепло можно. Вот это обидно, потому что, собственно, ведь если вспомнить по географии еще, по курсу школьному, ведь там 15 вершин, порядка 15 или даже больше вершин, выше 5000 метров. Нет, ну имеется, Дагестан имеется? Ну, вообще, весь Кавказский хребет как таковой. И если говорить о пиках выше Мамблана, их там еще больше, и, собственно, условий-то для развития горнолыжных курортов как таковых, ведь это не только Эльбрус, собственно, но это действительно, ведь возможно было все. А сейчас вот то, что вы рассказываете, ну, в общем, картина ужасающая, если говорить там о столице Олимпийских игр 2014 года, там снег это вообще всегда было. Ну, в субтропиках проводить Олимпиаду зимнюю, это же действительно очень интересное решение принято. Это все равно, что в Африке на следующий раз Кении проведут. Ну, ладно, ну, не будем так, бог с ним, пусть они проведут эту Олимпиаду, я буду только рад. Дело в чем, Ванкувер-то был без снега, туда же возили, туда же возили даже грузовики, так что в Сочи пусть тоже возят грузовиками снег, это все нормально. Что касается горных вершин, там все не так сложно, да, их много очень высоких, не все так просто, но большая их часть уже проходит по границе, то есть именно по их вершинам, пикам, либо проходит приграничная полоса, которая, соответственно, становится, по идее, раньше даже и в Донбай въезжать можно было по спецпропускам, потому что это пограничная зона. Сейчас ее просто чуть-чуть отодвинули дальше за поселок, это вот гора и турбаза Алябек, уже считается пограничной зоной, дальше туда проехать нельзя, хотя это наша территория. И, собственно, дальше вот стоят эти пики, 4 тысячи с чем-то, но они идут ровно по границе. Просто так поделить и сказать, вот как это сделано, например, по-моему, Швейцария и Италия, когда ты поднимаешься на горы, хочешь съехал в Швейцарию, хочешь съехал в Италию. Здесь у нас, к сожалению, пока мы не решим вопрос с Абхазией, потому что это граница с Абхазией, у нас не получится. Но я думаю, что как мы решим этот вопрос, мы будем замечательно кататься на обе стороны. Плюс в Донбай, вот в Карачаево-Черкесии, там все-таки прокладываются дополнительные трассы, и говорят, будут строить еще специальные подъемники и прочее. Там трасса, по-моему, будет достигать 34 километров общей протяженностью. Это очень большая трасса, это как раз вот по другую сторону долины Тибердинской, русло Тиберды, от базы Алибек, я забыл, как эта гора там называется, ну, чуть выше поселка Тиберда. В другую сторону немножко уходить, это в сторону горный массив, в сторону Майкопа, который уходит. Там, говорят, очень хорошие места для катания, народ уже разведал, и даже сейчас туда ездят на снегоходах. Отдельно народ вот экстремально ездит именно туда на снегоходах, но это стоит достаточно дорогого удовольствия. Грубо говоря, подъем на снегоходе, когда стояла канатка на Донбай, стоил на высоту 2200 метров, стоил 3000 рублей. Ну, да, туда можно засунуть на этот снегоход трех человек, но все равно 1000 рублей с человека, чтобы туда подняться. А потом, чтобы спуститься, они просили, ну, либо 1000 давай, либо 500 уже там под конец, ну, чтобы совсем порожняком не гнать для тех, кто не хочет ехать. Поэтому сколько стоит поехать туда, на снежные, на целинные эти горы покататься, это достаточно дорогое удовольствие. Ну, что-то пытаются развивать. В том же самом Чендер-Чаро, там точка перепада, по-моему, 600 или 400 метров, перепад высот. Интересно. С двух с половиной до двух тысяч метров. И я вот смотрел, там, жалко сейчас фотографии не можем увидеть, там маячит просто совершенно создано для того, чтобы с нее катиться. Я спрашиваю, а этот, он говорит, ну, я надеюсь, что мы туда протянем все-таки канатку, и это вот будет полноценное такое нормальное место зоны катания. Да, потому что там очень здорово. Там очень здорово, там все время так подветренная сторона, то есть постоянно есть снег, не считая тех моментов, когда проходит именно ветер в другую сторону, тогда просто выдувает со склона горы полностью. Потому что там очень хороший, ровный, пологий склон. Есть места для более экстремальных, есть пологие, но там кататься можно пока. Теперь вернемся все-таки, поговорили мы о том, как экипироваться, что брать с собой. Кстати, вот по поводу, что брать с собой, это тоже важный вопрос. И то, что вот, когда вы сказали, что вы-то едете ровно и быстро, как быть с людьми, которые привыкли там находиться за рулем? В принципе, ну, то, что рекомендуют врачи, не более восьми часов, конечно же, нахождение за рулем. Возможности отдыха, если придорожные мотели, уровень их, потому что, ну, все равно же ты видишь, как и что. Поскольку, ну, вот я сам столкнулся в один период, мы ехали в Одессу на машинах, специально мы ехали в командировку, но ехали на автомобилях. И я помню, что подъехав в Киеву, перед Киевом, и когда мы выехали на трассу Киев-Одессы, там было масса, полно по трассе мотелей, очень приличных отелей. Мотелей именно, где были охраняемые стоянки, приличная еда, очень хорошие условия для проживания. Стоило это все недорого, в принципе. Но, когда мы ехали в обратную сторону, мы очень быстренько и живенько проскочили, и отъехали от Киева, и столкнулись с чем, что ночевать-то, собственно говоря, негде. Вот, и эта проблема, она существует, а с нами были также дети, соответственно, в общем, ну, она стала ребенком, что называется. Ну, тогда, да, вот здесь разница, конечно, колоссальная в семейном путешествии и экстремальном путешествии. У меня оно иногда получается семейно-экстремальным, иногда полностью экстремальным. Но, к сожалению, вот семейно с детьми у меня все никак не получается, потому что у меня дочка еще не подросла до такой степени, никак не могу выбрать время, чтобы ее можно было в свои какие-то такие командировки с собой выбирать. Поэтому дочка у меня проходила максимум это Москва-Питер, Питер-Москва. Ну, выдержала дорогу нормально. Поэтому, в принципе, на всех этих сейчас федеральных трассах мотелей, в общем-то, хватает. Можно выбирать на свой вкус и цвет. Но всегда людям, которые собираются ехать с детьми, я говорю, оцените возможности не свои в первую очередь, а именно возможности детей. То есть вы понимаете, что вашего ребенка не хватит больше, чем на три часа спокойного сидения в машине. Потом он начнет капризничать ныть. Придумайте ему что-нибудь, чем его успокоить. Не подзатыльник. Ну, это естественно. Да, не просто подзатыльник. Хорошо, если укачает и будет спать просто, а очень большое количество детей, оно просто начинает капризничать. То есть крутиться, дергаться, вертеть, это будет сильно отвлекать от дороги. Никакие мамы, никакие бабушки, которые с вами есть, они не помогут водителя, все равно это будет отвлекать. И тот человек, который за рулем, он отвечает за всю машину. Поэтому он должен думать сразу всегда, что делать в той или иной ситуации. Вы должны рассчитывать свой средний путь, то есть свою среднюю скорость. Сколько вы проедете за эти три часа. Если ваш ребенок выдерживает три часа, на больше его не хватает, значит после трех часов пути, это где-то 300 километров, дай бог, которые вы проедете, да, смотрите место, где вы можете остановиться, перекусить, где ваш ребенок сможет отдохнуть, прочее, выбирайте. Выбрать сейчас достаточно просто. Опять же, те же самые форумы в интернете, везде все пишется. И обо всем рассказывается. Очень просто, например, по внешнему виду заведения. Хотя здесь, например, никогда не угадаешь. Вот есть Богучар на границе Ростовской и Воронежской области. Там кафешки, они настолько на вид жуткие, что в них и заходить хочется. Но когда ты заходишь внутрь туда и просишь поесть, и те готовят такую потрясающую вкусную еду, что ни один ресторан самый крутой, навороченный этого не приготовит. Ну, такие места надо знать. Я всегда выбираю место. Вот здесь стоит много фор. Значит, здесь хорошо. Один из первых показателей, если дальнобойщики, которые ездят постоянно, и они останавливаются в каком-то месте, то, соответственно... Да. Там может быть чуть-чуть дороже, чем во всех других окрестных местах, но зато там будет лучше. И это абсолютно точно. Если говорить еще о том, что маршрут разработали, в принципе, стоимость вообще подобной поездки... То есть, понятно, что расход бензина здесь не учтешь, потому что ты можешь нарваться на плохой бензин, можешь нарваться на хороший, соответственно, в общем-то... Но это такая величина, она, понятно, не может быть априори оптимальна для всего, потому что автомобили разные, и манера ведения, поведение за рулем разное, то есть и скоростной режима. Но, тем не менее, в общем-то, средняя стоимость подобных поездок... Средняя стоимость подобных поездок будет выходить где-то порядка 30 тысяч рублей на двух человек. Много это или мало на неделю, на две, решайте сами. То есть, для себя. Что касается бензина, рассчитывается он достаточно просто. Я не думаю, что... Ну, есть, конечно, фанаты, да, полгода откатавшись за рулем, они тут же говорят, сейчас я сяду и проеду тысячу километров. Мне таких людей всегда очень жалко, потому что я видел парочку таких людей, они вот после 350 километров, они уже были выжаты как лимоны, которые полгода поездив по городу и решив, что все, он ас, я теперь сяду и пойду на обгоны и на все нормально. 350 километров этих людей можно выжимать. Я никому не советую так вот резко брать и увеличивать себе дистанцию. Сначала от дома до работы, а потом сказать, что я поеду сейчас в другую республику. Или на край света кататься. Не стоит так делать. Все-таки имеет смысл накатать опыт на небольшие хотя бы расстояния. Сначала 100, постепенно увеличивая 200. В конце концов, если вы стартуете от Москвы, то вокруг Москвы в пределах 200 километров куча интереснейших мест, которые можно съездить на выходные и посмотреть. Заодно вы поймете, оцените свои силы. Да, оцените свои силы. Что касается остальных регионов России, то же самое. Что вокруг Воронежа куча замечательных мест. Вокруг Саратова, Самары, Волгограда, Ростова. Это фактически любые города. Тверь, то же самое, можно объезжать, кататься там. Санкт-Петербург. Люди до сих пор не знают, какие крепости у них там рядом стоят. Все. Ездить нужно и можно, но постепенно увеличивая маршрут. Браться за такие длительные дальние поездки нужно, накатав определенный опыт. Потому что именно в этих коротких поездках вы определите свою манеру езды по дороге. Поймете, сколько реально вы начинаете тратить бензина на пробег в 100 километров. И тогда уже сможете сесть и реально рассчитать, сколько у вас будет расход бензина. Ну, плюс-минус, там будет жрать больше, кушать машина, прошу прощения, больше литр или два. То есть, ну, накиньте еще тысячу или два. То есть, бензин выработать себе можно. Если что-то заказывать заранее, то можно заказать это по более дешевым ценам. То есть, если спланировать поездку месяца за два до выезда, она может обойтись намного дешевле, чем в какой-то момент вы скажете, о, завтра я еду и вперед. Там, на месте, когда вы придете и попытаетесь искать, в тех же самых горах, это все может оказаться внезапно дороже. Но если вы договорились, все уже обговорено заранее, то рассчитать бюджет поездки можно очень легко и непринужденно. Например, в данный раз у нас 30 с чем-то тысяч обошлась эта поездка. До этого Эльбрус поездка на BMW X3 была, она обошлась вообще в 25 тысяч рублей вместе со всем бензином и со всеми прокатами, лыжами, подъемами, спусками и прочим. Еще куда-то летом на море мотались. Тоже, опять же, в пределах 30. Ну, все зависит, собственно, наверное, скорее всего от того, от качества бензина и от многих факторов. Просто единственное, надо действительно все это учитывать. Да, конечно. Огромное спасибо, что пришли к нам в студию. Спасибо и вам, наши уважаемые телезрители. Я думаю, что самое главное, чтобы у вас было желание и возможность путешествовать. Берегите себя. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин